С Викторией Антон познакомился в труппе мюзикла «Метро». Они полюбили друг друга сразу, хотя притирались долго. В то время Вика становилась всё более популярной певицей, а Антон ещё только искал себя и комплексовал на её фоне. Покорить её окончательно Антону помогло актёрское мастерство. Как-то в самом начале романа, слушая её трогательный рассказ о любви художника Марка Шагала и его жены Беллы, Антон непроизвольно включил эмоцию и прослезился той самой скупой мужской слезой. Вика была потрясена таким прекраснодушием. Впоследствии, когда она с восторгом рассказывала об этом маме Антона, та жалостливо резюмировала. «Деточка, ну как же можно так наивно? Он же актёр». Они расходились и возвращались, ссорились и мирились, а год спустя обвенчались в присутствии всей труппе мюзикла «Метро». А когда влюбились первый раз? Влюбился даже с самого года в три, наверное. Вот как я прям. Да, у меня была девочка во дворе, с которой нас изначально поженили, мы родились рядышком и жили в соседних подъездах. Её звали Олеся. Я просто, я всё, вот для неё всё. И где-то когда нам было лет по пять, они уехали в Москву, переехали. Вы страдали? Я чуть-чуть пострадал, и сразу же моя влюблённость переключилась на другую девушку, её звали Оля. Я всегда дарил тем объектам влюблённости. Я всё дарил, всё. Я приходил домой, говорю, подожди, а где твоя книжечка? И я подарил Оле. Вика, ваша первая любовь? Как любовь? Вот такой глубины, да. А как вы поняли, что это отличается от того, что было раньше? Я, честно скажу, я не полюбил её сразу. Я буду говорить таким банальным языком, запал на неё, как на красивую девушку. Просто запал. Она вошла вот так в этот наш класс, где мы репетировали, в коротенькой маечке, вот такой плоский красивый живот. Красивая-прекрасивая. Такая, да. Юбочку тоже нельзя было назвать длинной. Такие платформы. Такая она вся доброжелательная со всеми. И я же прямо, я потом пришёл к друзьям своим, где я в то время перекантовывался, я же нигде не жил, и говорил, что ух, какая девушка зашла в Викторию. Она тогда была Виктория Вита. Она такой псевдоним, Виктория Вита. Я потом запретил ей так называться. И когда вдруг я ощутил, что я тоже не нравлюсь. И вот так вот глаза боятся, а всё остальное идёт навстречу. И в течение нескольких дней закручивается. Вот так вот. И я прихожу к тем своим друзьям, говорю, они меня спрашивают, ну что, я говорю, у нас вообще такой градус. Но единственная проблема, единственная проблема. Она считает меня Бэтменом. Я же не Бэтмен. В вечной любви в песне есть слова в русском варианте. Любить до слепоты. Она любит до слепоты. И она вот всё... Не дай бог кто-то скажет объективную критику в мой адрес. Убьёт? Объективную. В горло вцепится. Лучше молчать. Да, 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 сейчас, секунду. Викочка, а кто там? Иди-ка поздоровайся. Я вас теперь слушаю. Скажите, что вы думаете на самом деле. Какое-то перешло в другое. Ну, интересно же. Очень странно. Мы сидели на кровати, обнявшись. И я помимо своей воли, я никогда словами не бросаюсь. Особенно сказать, признаться в любви, для меня очень сложно всё это. И, кстати, Вике, не хватает вот этого, то что... Вы так ей признаетесь в любви третьим лицам, что всё в порядке? Ну, ей не хватает. Я с ней всегда её начинаю гнобить. Ужасно. Отвратительно. Я начинаю, ну да, ну и что? Ага. Очень смешно сейчас пошутила. Да, конечно. Верх остроумия. И она всё время вынуждена глотать, глотать. Потом, когда накапливается, вот что ты всё время за мной издеваешься. Я не могу так сказать, что ты меня любишь. Я говорю, Викочка, я тебя очень люблю. Но я всегда буду видеть недостатки и пытаться их искоренять. Даже если их будет минимум. Но вот когда мы сидели на кровати, это был третий день нашего знакомства. Шагал был на второй день. Вдруг что-то вот у меня просто... И сказал... Я тебя люблю. И я так... И ушёл, и ушёл в себя, зажался, потому что, как такое можно сказать вообще? Да на третий день. Она поняла, ну, я тебя тоже. Не волнуйся, она почувствовать мою, почувствов вот ту зажатость, страх, который произошёл. Звучная любовь вся выпьет от дна. И путь один сквозь отведёт она, Минуя мрак и туман. Туман, туман. Когда у Виктории пропал голос и пришлось оставить мечты о собственной карьере, она против ожиданий горевала недолго. Стала менеджером мужа и сняла с его плеч все финансовые и административные тяготы. Кстати, при этом для неё особенно важна творческая свобода Антона. Так однажды все деньги, накопленные на покупку квартиры, они вложили в театральную постановку собственного спектакля, который, увы, успеха не имел. Они всегда вместе. В каждом интервью Антон настойчиво подчеркивает свою любовь к жене и никаких надежд поклонницам не оставляет. А недавно к Юке вернулся голос. Теперь они снова на равных. Как у вас с деньгами отношения складываются, например? Это непрактичность. Я все деньги, которые зарабатываю, я даже не знаю, сколько я зарабатываю. Всей этой стороной занимается Вика, и мне не хочется работать за деньги. Да, несомненно. Я сейчас, слава богу, зарабатываю прилично. Но я даже не хочу знать. Вика приезжает на переговоры, Вика занимается тем, что назначает какую-то сумму, контракты и так далее. Она жесткий менеджер? Очень. Что касается других людей. Что касается меня, я, конечно, как муж, как глава семьи, имею право так ударить кулаком по столу и сказать, будет так, даже если она не считает это правильным решением. И будет так. Но опять же, я беру на себя ответственность. Я не хочу показаться лживым в том, что деньги меня не интересуют. Естественно, все мы люди, и естественно, все мы живем в этом мире. Я не монах, не ушел из этого мира. И когда нужно что-то купить, я достаю, покупаю. Деньги у меня есть с собой в кармане. Но был очень длительный период времени, когда была полная нищета, и это было в порядке вещей. И вот в моей жизни появилась женщина, с которой я первый день после нашего первого свидания шел по цветному бульвару, и она сказала, давай купим курицу гриль. Я такой, у меня что с запросы у девушки? Курицу гриль. Да я на эти деньги неделю буду жить и кормить всех в общаге. Давай! Выгребаю все, что есть. Мне еще даже чуть-чуть не хватает. И вдруг она говорит, давай две. Я понимаю, что все, все. Я вегетарианец. Да, либо вегетарианцам признаться, либо вот совсем плохо все в жизни. Я говорю, все, нет денег. Это не вопрос. Достается, а он начинает платить. Ну, обидно, когда девушка так... Ну, обидно, потому что сейчас придут ребята, они будут кушать эту курицу с большим удовольствием. Но курица не мной купленная. Тут вот как раз и начинаются вот те самые мужские комплексы неполноценности, из-за чего я три раза уходил в течение первого года нашей совместной жизни. Вот. И каждый раз Вика благодаря ее мудрости возвращала меня. И каждый раз мы понимали, что да, это была очередная глупость с моей стороны, но ничего я сделать не мог с этим. И то, что я получал 200 долларов в месяц, 200 долларов в месяц, я был миллионером, потому что я таких денег сроду в руках не держал. И эти 200 долларов я сразу же отдавал, потому что мы жили на квартире, которую снимали ровно за эту же сумму. И Вика приносила вот такие пачки долларов в своих выступлений, концертов. В то время очень популярная певица была, и пошли клипы, песни, и все так хорошо развивалось. Я не мог это переносить, как же это так? Но опять же, благодаря несчастному случаю, который оказался счастливым, у нее пропал голос, ей сделали операции на связке, и в ту же неделю я спел песню «Быль». Мне еще очень многому учиться у нее, как у певца, как у человека, который занимается этой вокальной профессией. Потому что она такую эмоцию вкладывает в тембр, в голос. Ах, это очень редко, это очень редко. И у меня так не получается. Но я актер. Я умею то, что она не умеет. И я этим пользуюсь очень сильно. Музыка. 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 Когда существует момент, что работаешь круглосуточно, а еще хуже несколько суток подряд, мне необходимо, если, конечно, есть такая возможность, выпить. То есть разрядить полностью свои батареи, чтобы потом их заново напитать. И если говорить о спиртном напитке, то мой напиток – водка. Музыка. Музыка. Моя жизнь начнется с 45 лет. Музыка. Я сейчас себя готовлю к этому. Я набираю опыт, я набираю впечатлений, я кидаюсь из парной в прорубь для понятия контраста. Я живу так. Музыка. Музыка. Несколько раз я просто видел не очень красивые ситуации, когда известнейшие люди, и так вот подходит человек вот с таким взглядом, что вот он готов, не знаю, все для своего любимого актера сделать. А этот любимый актер делает так, так, пошел. Поверьте, мы здесь тоже видели такое. Я верю. И я просто, ну, зарекся. Ну, не дай бог когда-нибудь у меня так повернутся мозги, чтобы я так поступал с людьми. Что это такое? Музыка. Я как раз из породы тех людей, которые мягко стелят, но очень жестко спать. Я мягок в общении, но мои какие-то жесткие принципы существуют, их не сдвинуть, не найдет. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон»